На фоне действующих санкций и продовольственного эмбарго российские аграрии заметно оживились. Не исключением стали и производители мяса. Кролиководство в России набирает обороты благодаря мелким фермерским хозяйствам, которые являются основными поставщиками крольчатины на внутренний рынок. Семья Пшмаховых из Заола-Эльбурган давно занимается разведением кроликов. Любовь к ним зародилась еще в советские времена. В условиях санкций производство будет только увеличиваться. В пушистом раю побывала Альбина Ламкова. О том, какие звуки издают кролики, обычно мало что известно обывателям. Считается, что эти животные молчаливы. Но диапазон звуков оказывается довольно широк. В данной ситуации это защита. Еще пищат крольчата, когда жалуются на холод или голод. Всего на ферме 250 пушистых зверяков, не считая маленьких. Кролики – это не только ценный мех, но и 2-3 килограмма полезного, легко усвояемого диетического мяса. Увидев их, вспоминаешь эту известную миниатюру. Ну а если серьезно, взяв на руки этого мягкого и пушистого животного, может возникнуть только одно чувство – восторг. Они такие теплые, красивые, что и хочется погладить и прижать к щеке. Ну кто же может устоять перед ними? Одна из тех, кто не устоял – майор Пшмахова. Все началось много лет назад, во времена существования совхоза Альбурганский, рассказывает она. Тогда его председателем был Карабид Шхаев. И помимо прочих животных, в нем разводили кроликов. На этой ферме она была оператором. И с тех пор судьба неразрывно связана с пушистыми зверьками. А когда совхоз развалился, наблюдался дефицит качественного куличего мяса. Но не в семье Пшмаховых. Майора Абдулаховна занялась кролиководством дома. Она трепетно к ним относится. Поэтому и трудно ферме в радость, который приносит не только прибыль, но и удовольствие. Мы подружились с вашим пушистиком. Они все такие спокойные? Конечно. Они как дети у нас. Спокойные. Они спокойные как хозяева или же по природе? По природе они. А роды кто принимает? Роды сами принимают мамы. Без вашей помощи? Без нашей помощи, да. Первые 20 дней самка практически самостоятельно кормит потомство. Затем крольчат переводят на твердый корм. А в возрасте 45 дней их отсаживают в отдельные клетки. Ну а если говорить только о прибыли в этой отрасли животноводства, то на это влияет ряд условий. Их содержание, качественное питание, а еще и порода. При правильном подходе можно организовать бизнес по выращиванию кроликов с нуля. И выйти на неплохой доход с возможностью диктовать свои цены на продукцию. А главное не зависеть от санкций. Труд в этом деле – самый важный ресурс. На ферме у Пшмаховых содержат три вида пород – калифорнийская, новозеландская и шиншилла. У меня на руках какой породы? А это новозеландская. А кто вам помогает в вашем нелегком труде? И насколько трудно вообще ухаживать за кроликами? Ну, надо чистить, надо корм давать, надо всегда ухаживать за детьми, вот маленькими пеленать надо их. Это внуки мне помогают, вон внук вот стоит. Конечно же, во всех начинаниях майор Абдулаховне помогает ее супруг Мурадин. Они прожили вместе 50 лет. И все делают сообща, как в бизнесе, так и в воспитании детей. Главный по обустройству фермы – он. Максимальный вес его? Ну, бывает до шести большие, разные. Все оборудование собственного производства. Легкое и простое в эксплуатации. Помещение защищено от морозов. Возле печки греется главный охранник – кот. Он специализируется в ловле мышей. Летом в помещении поддерживается оптимальная температура для разведения домашних животных. Кролики – самый скороспелый. Поэтому, когда приходит время, их реализуют постоянным клиентом. Помимо мяса, сдают и мех. В случае правильной организации фермы по разведению пушистых зверьков, кролиководство может стать успешным делом. Этот бизнес относится к категории перспективных. Ведь эти зверьки беспрестанно размножаются. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Абазинский район.